Как я говорил, на выставке в Дубае присутствуют четыре украинских хаба, четыре крупные платформы, где представлена украинская продукция. Один из них вы уже сегодня посмотрели в первый день, это Ukrainian Business Hub. Второй — национальный хаб, где представлены Рошен, где представлены известные бренды, такие как Яготин, Верес и так далее. Подойдем, пообщаемся с теми, кто представлен во втором из тех хабов, которые мы анализируем. Украинские томаты, кто их не знает, я каждый неделю их ем. Вот сейчас мы біля стенда предприятия «Инарго», если я не помиляюсь. «Инагро». Да, «Инагро». Тараса, представником этой компании. Тараса, какие есть взаимодействия относительно этой выставки, какие есть перспективы для украинской продукции, для без кого-то, для перских затоков, взагалі, стосовно промоушена цієї продукции? Из нашего опыта, я тут уже участвовал второй год. И вверху скажу вам, что рекомендую любой украинской компании брать участие в своей выставке, потому что большие перспективы, как и арабского рынка, как и африканского, и азиатского рынка. Окрой того, тут будет участие малоевропейских компаний. И тут надзвичайно великий потек потенциальных клиентов. Постейно есть работа, постейно есть новые контакты, новые возможности. И для украинского рынка, для украинской компании тут наймоверный потенциал. А ваша виробница где находится? В какой части Украины? У нас находится в Миколаевских и Краснодарских областях. То есть продукция по всей стране, да? Да, мы основным виробником томатной пасты в Украине. Паста, порошок, я бачу, и томаты взагалі, так? Да, мы вертикально интегрованная компания. И если быть правильным, это группа компаний Агрофьюжн. И иногда это наше бренд имя. А когда вы спилкуетесь здесь с представниками других континентов, например, с представниками арабского света, то есть ли есть какой-то культурный барьер? То есть тяжело проводить перемоги? На самом деле, каждая культура, каждая насильная, имеет свои определенные особенности. В условиях бизнес-перемоги они обычно достаточно таки загальны и не простеживаются. Бизнес-мога, это английский язык, конечно, если вы знаете арабский, это будет великим плюсом. На выставке клику, сейчас и больше все спокоится с английской. Что-то какого-то перепон для украинских компаний в ведение переговоров, я бы не сказал. Жадных, жадных. Тобто, главное, это желание, какая-то инвестиция, чтобы вы будете... Ну и... Открытость, желание, качественная продукция и честность. О, честность, очень важная для любви. Дякую, Тарасе. Мы всегда рады. Марьяна, приветствую вас. Добрый день. Спасибо, что вы немножко можете на арабском говорить, знаете диалект. Помогает это, кстати, в общении с арабами на Галку? Да, скажу, что это наша основная фишка. У нас есть еще один трейдер, который общается свободно на турецком языке. Это действительно огромнейший инструмент. Многие люди приезжают с арабских стран и они не знают английского языка, поэтому это действительно очень здорово. Ваша продукция, это злаковые, да, я так понимаю, даже бубовые есть горох, я вижу. Да. Это то, что популярно вообще в Ближнем Востоке, да? То, что популярно, плюс дополнительно у нас есть продукты переработки. То есть это тоже действительно популярный товар для мидлгиста, для африканских стран, поэтому я думаю, что все наши продукты интересны сегодня клиентам. Есть уже так, пять лет мы посещаем выставку Галфуд, у нас свой стенд, а с рынком мидлгиста мы работаем больше пяти лет. Уже это хороший опыт. Да, довольно таки. Как вы думаете, что украинские производители участвуют? Не знаю насчет производителей, но трейдерам действительно есть смысл. Какие субъекты проектировались к деятельности, которые хотят выходить на… Я бы советовала действительно участвовать. Потому что он, как бы, ключ такой, да? Действительно, да, ключ, большой ресурс в поиске новых клиентов и, наверное, поддержание отношений с уже рабочими клиентами. Сейчас у вас эксклюзивное интервью с представниками торговой марки «Чумак». Я «Чумак» регулярно ем. Особливо… Не скажу, что… Но все же таки… Какие загальные впечатления относительно выставки есть? Насколько тяжело выходить на рынок «Песской затоки»? Ну, рынок достаточно интересный. Выставка масштабная. Одна из самых больших в мире, связи с продукцией и продукцией. Поэтому мы, в основном, здесь и берем участие. Это первый раз? Так. Мы на «Галфуде» вперше. До этого мы больше участвовали участие в европейских выставках. И американский, и китайский. Орієнтуюсь на те регионы. Арабский рынок, в целом, он интересный? Так. Он очень интересный, насеченный. Мы знаем, что этот рынок сложный. Но мы будем делать все возможное. Много конкурентов. Скажи все, европейские? Европейские, да? Да. Много конкурентов, на самом деле, не только европейские. По нашим категорям, есть и местные конкуренты. Есть и большая конкурентов из Америки. Но мы будем брать качество. Ну, ваша думка. Какая глава, отличность марки «Чуваки» и преимущества по сравнению с другими марками? Ну, конечно, это то, что мы думаем о своих споживачах. На сегодня мы в большей количестве нашей продукции в ассортименте заменили цукор стевии. Мы думаем о калорийность наших продуктов. И начали уже органик направление. У нас есть первый продукт органик кетчуп. Органик кетчуп? То есть 100% выготовленный на органических компонентах? Так, мы прошли сертификацию сгідно органик Евросоюзу. Вона также принятна для рынка арабского света. Поэтому, безусловно, мы зацикавлены расширять этот ассортимент и направляемся в этот город. Спасибо. Успехи вам. Максим, приветствую вас. Добрый день. Спасибо за то, что вы нашли время на Галфуде дать интервью. Дело в том, что на сегодняшний день арабский рынок, он, конечно, очень интересный. Поскольку, ну, честно говоря, зная арабов, они мало знают об Украине. Я когда задаю вопрос, что вы знаете об Украине, обычно говорят, ну, девушек знаем симпатичных. Знаем еще, что футболисты неплохие. А говоря об муке, о злаковых другой продукции, они очень-очень примитивные знания знают. При этом, при этом, мука интересна им, злаковые интересны. Это их основа, кухня основа практически производственного цикла. Вы пробовали уже раньше выходить на этот рынок? И вот, что вы можете в общем сказать о специфике этого рынка? Конечно же пробовали. Для нас очень важно сейчас развиваться. Поскольку и Украина уже стала, скажем так, очень громким именем во всеми брендом. Да, тоже можно сказать. И у нас очень богатая история экспорта по всему миру. Вот. Что сказать конкретно о специфике? Хотят очень много, хотят очень хорошо, хотят очень дешево. Дайте нам, пожалуйста, все самое лучшее. Мы говорим, конечно, мы дадим вам все самое лучшее. Но, опять же, такие арабы очень интересные люди. С ними нужно работать постепенно. Да, быстро. Ты должен узнать человека, ты должен поговорить с ним. Если ты очень хорошо знаешь свой продукт, я могу сказать, что от этого зависит 90% успеха вашей сделки. То есть, благодаря тому, что ты можешь, скажем так, хорошо представить свой продукт, ты можешь уже, собственно говоря, руководить слегка ходом мысли клиента, исходя из этого. Скажите, а если говорить об конкурентоспособности нашей продукции, вашей продукции, да, мы говорим о Украине в целом. Какие вот здесь основные конкуренты, из каких стран представлены? Турция, не знаю, там, Европа, может быть? Да, в принципе, я считаю, что за последнее время конкуренты не меняются. Это Турция, опять же, такие коллеги из Украины, возможно, еще Канада и, в принципе, Индия, да, вот так вот. А кроме арабов подходят к вам представители Пакистана, не знаю, Африки, Юго-Восточной Азии? Да, на самом деле убедились, что в арабских странах присутствует очень много представителей из Пакистана. Под Дубай еще поедешь, ты это видишь, да? Да, действительно видно, и очень многие интересуются, на самом деле. Хотят покупать их в разные страны, ну и, естественно, через арабские страны тоже хотят сотрудничать, да. Может ли Дубай рассматриваться как определенный хаб между такой Азией и Европой, скажем так? Естественно, может рассматриваться как хаб, поскольку очень интернациональный город, очень много собрано также компаний, скажем так, Headquarters, здесь именно штаб-квартир, которые здесь находятся, и из этого, скажем так, это ключевой ход, поскольку, если ты заходишь на сайт какой-то компании, ты видишь всего лишь имейл, который, грубо говоря, ни о чем не говорит, а только при общении конкретно уже с конкретным человеком ты можешь достичь какого-то результата. Поэтому это очень важно для того, чтобы посещать такие города, такие места, как выставка Галфуд, находить знакомства. И это также важно, чтобы слышать отзыв клиента, что ему конкретно нужно, поскольку не все клиенты могут конкретно сказать, вот мне нужны такие спецификации, мне нужны такие качества. Нужно спросить у клиента, какая конкретно у него продукция, для чего он будет это брать, в каких объемах. Из этого мы уже можем планировать какие-то выводы и, естественно, предложения клиенту. Вот, поэтому считаю, что это очень важно. Спасибо, Максим. Благодарю вас тоже. Очень интересный и лаконичный период. Вообще, общее впечатление какое? Общее впечатление выставляться надо, называется. Да, это обязательно. То есть это, в любом случае, я четвертый год сюда езжу, три года ездил как визитор, да. И понятно, когда ты визитор, ты ищешь, кому бы чего предложить, а тут стоят продавцы, да. А когда ты тут выставляешься, то к тебе подходят покупатели. Это, ну, поскольку участвую и в Анугах, и в Сиалах, то это более такая продаваемая именно выставка. Я знаю, что злаковые, бобовые – это то, что не популярно на Ближнем Востоке. Эдвилл Силкорпорейшема – это группа такая, скажем так, бренд. Ну, да. Ну, группа там у нас VV Group называется. То есть там несколько компаний, да. Сколько арабам интересна эта продукция? Что? Сколько арабам интересна эта продукция? В любом случае, интересно. То есть это рынок местный. То есть все бобовые, кормовые и масличные – это здесь. Это сюда, это… Это реальный живой рынок. И он интересен и нам, и мы, наверное, интересны, да? Нам интересен, и мы им интересны. Ну, то есть надо работать с этим рынком и развиваться здесь. Знаете, много говорят о том, что есть какие-то определенные такие предрассудки. То есть тяжело находить контакты с арабами из-за социокультурных таких цивилизационных разницы. Есть какой-то барьер, ну, кроме… Барьер. Он-то есть, но найти контакты не тяжело. Тяжело потом просеять и довести эти контакты до… Точечно, да. До результата, да. Найти контакты, ну, тут контактов, он целый каталог контактов называется. Поэтому найти не проблема. Проблема – довести их до результата. То есть они все хотят самого лучшего качества по низшей цене и… Гидро, так, да? То есть это все. Ну, я думаю, что у вас удастся. Если вы четвертый год приезжаете, успехов вам в дальнейшем, пожалуй. Я тоже. Удастся. Спасибо вам. Да, до встречи. Тарас, ну, добрый день. Я уже, видишь, трохи стомлений. Я також стомлений, усі стомлений, тому що останний день фактичної роботи Галфуду 2019. Яке загальне враження? Чи нужно сюда приезжать в будущем? Чи це зайвая такая трата часу, грошей? Ну, насправді, на Галфуді вперше ми хотели больший стенд, але зі стендами трошки складно, тому вирішили приймати участь від України на загальному стенді. Насправді, виставка дуже велика. Ми вже участь у виставках приймали, я так розумію, найбільша виставка на Близькому Сході. Що цікаво, що контактів, звичайно, аналіз повний буде вже після того, як ми повернемось додому. Але той аналіз, який є на сьогоднішній день, тобто контактів ми зібрали більше міжнародних, ніж звідси. Тому що люди їдуть з цілого... Так, до речі, не лише араби, тут Африка, Азія, Європа. Ну і будемо довитися і далі. Думаю, що успішно буде. Питання стосовно якісті. Ви бачите тут багато виробників КОФ з різних країн. Ви про це кажете. В чому головна перевага, саме ваша марка, може бути у порівнянні з іншими, які сюди? Насправді це все ж таки ціна, порівняно з іншими виробниками з Азії, наприклад. Це і якість. І ми є виробник, тобто ми не дистрибютор. В нас лінія виробництва по розчинній каві, по розчинних напоях. На основі ячменів цикварію і окрема лінія по виробництву натуральної кави. Представили ми лінійку повністю всю. Будемо сподіватися, що успішно. А дириште, що ви на виробництво в Україні себе? У Львовському. Якщо не найбільше, то напевно все ж таки найбільше. А вже багато років ви на експорт працюєте взагалі? Працюємо багато, так. Маємо досвід експорту сюди, на Близький Схід. Хотіли би експортувати більше. Дякую, дякую. 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 Дякую таку. Дякую. Тобто як впечатліния? Впечатліния саме положительное. Ми вже третій год приступаємо на цій виставці. Представляємо нашу продукцію. С кожним роком все більше і більше нових клієнтів привозим, то есть впечатление я смотрю не только арабы подходит и много из африки из индии из пакистана то есть принципе продукция интересно всему в основном это конечно же северная африка ближний восток юго-восточная азия то есть большей степени здесь присутствуют все наши клиенты в принципе я так понимаю почему интересна продукция вот такая это наверное связано с кухней с историей особенности потребление потребляю в основном те народы которые тут приходят из тех стран нуждаются в большом количестве продуктов питания а вы лично принимали участие уже переговорах здесь да конечно мы есть какой-то барьер культурные вот чувствуется сложности переговоров что мы уже не первый год здесь мы изучили их культуру да вот пример увидит камеру лошера идет это вот особенность культуры изучили культуру манеру общения предпочтения каждого поэтому мы уже в дальнейшем учитывая еще последний такой вопрос если брать про перспективы о перспективы и медом от голфуда стоит ли украинским производителям менее крупным таким как вы от пробовать за сюда если они хотят на рынок зайти однозначно стоит потому что мы как и я думаю многие здесь начинали с низов и с каждым годом все лучше и лучше до рост есть позитивная динамика спасибо большое андрей приветствую вас тезка приятно да я видел к вам очень много подходит клиентов за последние три дня до вся выставка уже пятый день под устали выпаду стал я общее впечатление у выставки позитивно не позитивно на по вашему мнению стоит ли украинским производителям сюда все приезжают вы столько однозначно позитивно для нас было я сейчас заполняю как раз опросник пятый день нас освободилось время и да 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 и вот вопрос ники есть такой пункт сколько сколько визитеров вам на стенд подошло и там вот максимальное количество там больше 100 на самом деле цифра больше 100 больше 100 было первый день уже поэтому конечном счете я думаю там больше 400 было до 500 визитеров было на стенде во-первых у нас продукт популярный такой достаточно простой и всем известны все трейдеры хотят везде и без масла да 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 конечно масло у нас бутылка у нас налив мы экспортируем более чем 30 30 стран мира поэтому у нас вот такие находятся кировограде кировограде да это центр украины но недалеко от порта вот поэтому выставка однозначно для нас позитивно мы сюда приехали уже второй раз до этого мы были на сиале еще скажем из украины вот всего лишь несколько компаний вообще без ну я имею в виду пол масла и выставки вот прошлый раз был корнелл были мы в этот в этот раз собственно тоже только корнелл и мы поэтому олейно видел видел я видел есть они да они видимо где-то дальше не в этом павильоне они там по-другому вопрос такой вот смотрите я тут много видел разных производителей масла со всех разных стран понятно да и вас тоже есть своя конкуренция европы в основном в чем по вашему мнению главное преимущество вашей именно продукции по сравнению там с другими производителей других стран мы делаем private label сейчас наша фишка скажем так многие многие производители сейчас на этом этапе начинают переключаться на свой private label только свой как бы не делают private label покупателей а мы как бы этим на этом стараемся немножко выиграть позиции ну плюс качество масла допустим подсолнечная да точно не гм о допустим этот против сои против рапса который точно гм о там без колесе без калистерола поэтому более здоровый продукт последний такой вопрос вот этим рынком арабского востока ближнего стопирский с персидского залива уже работали странами да 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 работаем уже есть какая-то особенность переговоров представителями вот этого рынка по сравнению с европейцами у нас коллективе есть человек который говорит на арабском языке да 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 это очень важно переговорах именно с арабами потому что когда ты говоришь на их языке ты брат да поэтому ну да я конечно конечно пультика публика абсолютно мультинационально ну скажем даже вот я удивился в арабских эмиратах не так много арабов ну да это такие я самый даже удивлен ну да быть успехов вам продвижение вашего важного продукта спасибо большое у� вау цельная а лоо это ребятка вы елûtinnousом декабя украины а белый экспозицию генираль а кей каждой галл галл цепь 16 апортать о непахортать украине Первое, Голлффуд, это вторая экспозиция в мире, и это группа производителей в социальных сетях. И сейчас, я думаю, что Украина находится в мире двигателя, в том направлении коммерции. И я заметил, что у многих социальных 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 сетях в Украине, и это очень важная экспозиция для украинского рынка, для разработки украинских продуктов в Голлфе, в Союзе, в Союзе, в Союзе. И я думаю, что это возможность для всех этих социальных 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 сетях. Вы представлены украинской сетях. Что это? Какие продукты? Это украинская сетя. Это первое качество. Это украинская сетя в Украине, в Союзе, в Украине социальных 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 сетях. Это украинская сетя в Украине. Мы представим продукты, здесь, в лучшей качестве, с ценными ценами, в сравнении с Туркой, в сравнении с Астралией, с Эгиптом, даже в Турк, даже в сравнении с Францией. Но, sincerо, есть несколько производителей, которые приходят меня к консультуру, и хотят разобрать продукты из Туркии в Украине. Я думаю, что мы в хорошем состоянии. Спасибо большое и хороший уважение! Спасибо большое! Александр, приветствую вас! Здравствуйте! Я смотрю, вы хоть и в конце дня уже, но четвертого уже дня, но такие позитивные силы есть. Как переговоры проходили, в общем-то, в Голлфуд? Отлично! Компания Терафуд каждый год присутствует на выставке Голлфуд, потому что это международная выставка. Здесь есть возможность встретить не только старых партнеров, с которыми уже ведется активная работа, но и также найти новых партнеров, приобрести тут колоссальный можно также опыт, пользуясь изучением продукции конкурентов, увидеть какие-то инновации, подчеркнуть для себя новые знания в трендовости, в нашей молочной сфере. Поэтому компания Терафуд из года в год принимает участие. Я не скрою секрет, не скрою точнее, что вот этот сыр фета моя мама все время на греческий салат берет. Ну вот смотрите, ходим мы по выставке, здесь огромное количество производителей из Италии, из Ирры, Голландии. В чем, как вы думаете, главное преимущещество украинских товаропроизводителей по сравнению с другими странами? Преимущество украинских товаров, конечно же, в высоком качестве продукции – Украина, это молочная страна, это знают все. Поэтому в странах Ближнего Востока, особенно, украинские продукции, продукция воспринимается, как продукция со знаком качества, поэтому все приходят, естественно, на экспозицию Украины и интересуются украинскими молочными продуктами. Из своего опыта, что вы можете сказать в общении с представителями Азии? Тут арабский мир, Африка, Пакистан, Индия, кого-то только нет. Я видел, что вы постоянно 4 дня интенсивно с кем-то общались, уходили, приходили. Есть ли какая-то особенность культурная, социокультурная у этого региона, которая его существенно отличает от других переговоров на процессе? Может, хитрость какая-то, открытость, я не знаю. Особенность, я бы сказал, тут одна, эти люди очень любят торговаться, очень любят торговаться, поэтому всегда прелюдия перед сделкой, они должны поторговаться, ты должен оказать им уважение. Это нормально, не нужно удивляться? Не, не нужно удивляться, надо торговаться до последнего, то есть надо поддержать, поддержать, так сказать, эту их культурную особенность. И в этом появится главный, главный, наверное, этот нюанс этого региона, как вести переговоры, то есть торгуйтесь до последнего, закрывайте сделку, старайтесь сделать все возможное здесь, на месте. О, хорошая рекомендация. Спасибо, Александр. Спасибо вам, спасибо. Ирина, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Ну, уже я вижу, подустали, я, честно сказать, тоже подустал, последний день работы голфуда. Какое, какое общее впечатление, Ирина, о голфуде? Вот стоит ли сюда приезжать? Кстати, приезжали ли вы или не приезжали раньше, может быть, и отдельно, как визитер, либо бренд свой представляли. И, ну, стоит украинским производителям сюда ездить, вот очень, или нет? Однозначно стоит. Однозначно стоит, выставка очень понравилась, огромное количество информации, знакомств, огромное количество, очень большой интерес к нашей продукции, что как бы было приятно. Ну, не могу сказать, что неожиданно, но приятно, закономерно приятно. А какая продукция, что представляет Тера? Я вижу, злаковые. Тера представляет ассортимент круп и хлопьев, также Тера представляет продукцию в мелкой фасовке, это каша быстрого приготовления с различными ягодами и гранола. Это наш относительно новый продукт, и как бы наблюдаем очень большой интерес. Я его ел, я его с молоком смешивал, смешивал ее. Людям нравится упаковка, люди спрашивают, есть ли в Эмиратах представлена, или в супермаркетах ваша продукция. Кстати, по поводу того, что спрашивают, а кто в основном подходит? Я так понимаю, здесь только арабы, тут и азиаты, и пакистанцы, всем рынкам интересно. Регион индийский, ну да, вот, наверное, Индия больше всего подходит, Малайзия, Индия и местные. Владимир, вот такой вопрос, я видел переговоры у вас тут были, подходили, общались, испытывали ли какие-то вы такие вот цивилизационные, социокультурные преграды в общении с ними? Ведь это чуть другие рынки, это не Европа. Когда общаются, может, какие-то есть нюансы в общении, переговорах, пытаются ли они где-то, может быть, поторговаться, похитрить, особенности какую-то вы могли бы отметить? Особенность есть ряда рынков, к примеру, Маврикия и Ливан, это страны, которые очень торгуются. Именно эти любят? Да, эти очень любят. Другие также любят, но не так остро, не так резко и грязно. Совершенно верно. Кстати, хотел бы дополнить, что мы были четыре года назад также на Гулфуде, но в качестве посетителей. Да, да, да. Там тогда еще понравилась, понравилась эта поисковка. Мы ходили, смотрели, общались со стендами Украины и других стран также. И для себя решили, что однозначно мы в какой-то момент так же сюда приедем, посетим. Ну, это вы и сделали. Планы на будущее какие у вас по расширению экспорта на этот рынок? Вы с какими-то странами уже работали из арабского мира? Из арабского мира мы работали с арабскими эмиратами по овсяным хлопьям, но неплотно. А сегодня у нас есть планы по Бахрейну, по Катару, по Саудовской Аравии. Где производство находится в Украине у вас? У нас находится в Украине, в Харьковской области, город Первомайск. Большое у нас производство, есть возможность делать нужного качества и нужное количество. Расширяете Бахрейн из арабского мира и куда еще планируете? Саудовская Аравия. А, ну это крупная Аравия. Это что касается арабского мира. Ну, пожелаем вам успехов. Я думаю, что вы еще увидимся с вами. Да, однозначно. Спасибо вам. Спасибо. Илья, приветствую вас с U-Grain. С точки зрения брендинга очень классно, поскольку все понимают, что, наверное, U-Grain, да? U-Grain from Ukraine. U-Grain from Ukraine, еще и grain. Я так понимаю, вы производитель и трейдер фактически, зерна из лаковых, да? Где находится производство в Украине? Мы находимся в Харькове, конкретно в Харькове. Мельница наша находится 30 км от Харькова. То есть мы сюда приехали представлять наши продукты мукомольного производства, как мука, пшеничные отруби, так и то, что мы выращиваем в Украине, это зерновая группа. Как давно работаете на рынок экспорта вообще в целом? Мы активно увлеклись контейнерными поставками три года назад. Мы под это развили инфраструктуру, в Харькове себя и занимаемся активно три года. А уже представляли страны арабского мира, Персидского залива, вообще Ближнего Востока, и впервые ли вы на Голфуде? Мы на Голфуде не впервые, как бы выставляемся впервые, но мы были... Визитеры, да? Да, визитеры три года назад, сюда приехали, это была моя первая международная выставка, как бы. Да, и у меня открылись глаза на мир, вот, и после этого, ну, когда ты живешь в Украине, и, ну, как бы, думаешь, ну, там где-то есть какой-то экспорт, кто-то куда-то поставляет, кто-то приезжает, ну, как бы, ничего не понятно. Сюда реально приезжаешь, видишь реальных людей, которые реально занимаются реальными вещами, то есть по-другому смотришь на вещи. Смотрите, вот вы правильно сказали, кстати, насчет того, что здесь, ну, действительно весь мир представлен, но не только арабский мир, тут я видел и вижу постоянно пакистанцев, индусов. Какое вообще впечатление от переговоров с ними, есть ли какая-то специфика, которую вы выделили вообще с целым, вот, с этими цивилизациями, скажем так? Как бы, у меня есть некоторый опыт торговли конкретно с Индией, с Пакистаном, с другими восточными странами. Мы уже... Торгуется давно. Немножко, немножко попритирались, как бы, уже понимаешь, как бы, как с ними надо общаться. И, на самом деле, в принципе, ну, здесь реально одно дело, когда с ними, там, онлайн, да, общаешься. Другой вопрос, когда ты живу видишь человека и сразу понимаешь, как бы, ну, чувствуется контакт, да, какой-то или не чувствуется контакт. То есть есть специфика, однозначно, есть, ну, нужно найти подход, как бы. Если он видит, что ты такой же, как он в переговорах, то однозначно, как бы, вы найдете общий язык. Такой вопрос последний. Стоит ли украинским производителям в будущем приезжать на Галкут, если они хотят заниматься расширением экспорта, своей экспортной стратегией более рациональной? Или это все-таки не совсем удачная выставка для продвижения своего рода? Сомнения разные я уже собрал. Скажем так, как бы, перед тем, как сюда ехать, надо реально понимать, первое, готова ли компания к экспорту. Второе, нужен ли этот регион. Потому что этот регион реально направлен на страны арабского мира и Африка, да, Восточная Африка, в основном, и Индия, Галф и Восточная Африка. То есть надо предварительно оценить целесообразность поездки сюда, узнать своего клиента реально. Надо подготовиться к выставке непосредственно, чтобы у тебя уже были какие-то контакты. Ну да, да. То есть и тогда выставка, в принципе, пройдет успешно, как и к любой выставке. Мы ожидаемого успеха. Спасибо за хорошее интервью. Оксана, приветствую вас. И мы вас приветствуем. Название такое «Укрпротек Групп», оно, конечно, круто звучит. Для бренда, для продвижения товара украинского, наверное, на любой рынок. Но если мы говорим о Ближнем Востоке, для них молочная промышленность, вообще молочка, очень важна. Это основа рациона, вы сами это уже поняли. Да, да. Давно ли вы участвуете в Белофуте, впервые, не впервые, в дальнейшем, в прошлые годы участвовала эта компания уже? Да, это наше третье участие. Как впечатление уже наедет, после четыре дня? Какое впечатление, много ли немного контрактов, потенциальных клиентов? Ну, о контрактах еще говорить рано, но встреч было достаточно много. Если так спрогнозировать, то, по-моему, исходя из моего опыта и моих впечатлений, я думаю, что контракты будут… По опыту, да? Да. Смотрите, тут очень много продукции со всего мира молочной. Да. Я видел стенд, допустим, итальянский, стенды бельгийские, но они тут, видно, серьезно представлены. В чем преимущество украинской продукции и, в вашей частности, в какой-то, если мы говорим о сарах особенно, о масле? Если мы говорим о масле, то наша цена может быть более интересна рынку в сравнении с европейскими ценами. Особенно, если это говорить о формате B2C. И мы, в принципе, на этом акцент делаем. То есть, мы для себя решили также развивать активно это направление. Потому что B2B, к сожалению, клиенты сейчас не слишком обязательные. То есть, сегодня беру у одного, завтра у другого. Формат B2C – это более долгосрочное сотрудничество, в принципе, на что мы и ориентируемся. В плане масла, в принципе, мы гарантируем качество и хорошую цену. Это, в принципе, самое важное на сегодняшний день для клиента. И преимущество по сравнению с другими. Такой вопрос в конце общий. Ваше мнение, стоит ли украинским производителям в будущем принимать участие в Агалфуде? Является ли это поистине выставка, которая дает какой-то доступ на рынки Азии? Не говорю только об арабском мире. Мы же к вам подходили и видел не только арабы. Да, да, да. Я вижу разные языки. То есть, можно ли рассматривать важный компонент продвижения продукции? Ну, опять же, основываясь на личном опыте работы не только в этой компании, а и в ряде других компаний, в том числе, которые здесь же и представлены. Галфуд – это, в принципе, наиболее продуктивная выставка вообще из всех имеющихся. Даже европейских. С такими большими названиями, как Сиал, Анога, на которых вы тоже представлены. Да. И, на самом деле, в Галфуд здесь приходят клиенты, которые действительно готовы покупать и брать конструктивно, скажем так. В отличие от Сиал и Галфуда, там чуть другой континген, который надо дольше подумать, 25 раз посчитать. И, в общем-то… Поэтому резюмировать можно следующее. Мы участвовали и, думаю, будем участвовать. Потому что, еще раз повторюсь, из всех выставок – это, наверное, самое нужное для украинского производителя. Потому что направление наше сейчас больше лежит именно в страны Африки, Ближнего Востока. Успехов Вам! Ваше природное такое спокойствие, толерантность, я думаю, вам принесет успех в продвижении любой продукции. Но, в том числе, прежде всего, Укрпрутон. Да, спасибо. Олег, приветствую Вас. Привет, привет. Вы уже три дня пытаетесь записать интервью. Но, на самом деле, я вижу, что Вы постоянно заняты. Это хорошо. Движение, движение. Вчера у Вас был ваш дистрибьютор «Верес», но это бренд. Я постоянно огурчики ем. Честно, люблю больше всего Ваше соте, если оно будет точным. Как, вообще, местные интересуются Вашей продукцией? Ведь тут, наверное, конкуренция немалая. Да, в целом, что я хочу сказать. Пожалуй, наибольший интерес вызывает наша категория спредов. То есть, более привычная в нашем славянском понимании, как икры. Несмотря на то, что продукт для местных и, в принципе, приезжих людей, которые здесь присутствуют на выставке. А, разумеется, это небольшая новость, что здесь люди из очень большого количества стран. А, ты говоришь здесь? Да, 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 разумеется. Несмотря на то, что, в принципе, нет конкретного понимания о том, что этот продукт собой представляет и с чем его потреблять. В целом, это вызывает интерес, потому что это new cuisine, это что-то новое, это что-то неиспытанное. И, разумеется, это вызывает определенный спрос. То есть, люди подходят, они смотрят на то, что есть представлен продукт как вот на полках, так и представлен на столе. Да, я вижу. И он конкретно у них перед глазами, потому что открыта дегустация. И, разумеется, это людей интересует, они пробуют, но, что наиболее важно, им нравится. Конечно. То есть, это не просто интерес, который человек подходит и, ну, нет, я не уверен, мне как-то непонятно все равно, что с этим делать. В любом случае, человеку нравится, и он говорит, да, окей, а дальше расскажите, пожалуйста, с чем я могу это использовать. Такой еще вопрос. Я так понимаю, а Верес уже поставляет продукцию на арабский рынок? Да, все верно. А впервые участвует? Впервые участвует на выставке? Нет. Насколько... Насколько... Да, конечно, это не первое наше участие в данной выставке. Мне сложно сказать, насколько данный год отличается от предыдущих, потому что лично я, как представитель компании, здесь впервые. Но, конечно, да, для Вереса это не первое. Впечатление. Последний вопрос. Именно вот впечатление о выставке. У нас разное мнение в Украине. Кто-то в голову ходит. Кто-то говорит, нужно ехать. Кто-то говорит, а зачем оно ехать? Типа, все равно нужно... Стоит сюда приезжать украинским производителем или нет? Ваше мнение? Прежде всего, это зависит от стратегической позиции компании. То есть, да, если компания, в принципе, понимает, что внутренний рынок для нее не предел и ближние зарубежья также. А если она понимает, что может быть спрос на продукты, которые компания производит и те категории, в которых она представлена, и она сможет быть конкурентоспособна на этом рынке, на каком-либо рынке мировом, опять же таки, потому что здесь представлены байеры из разных стран. Поэтому, мне кажется, это замечательный хаб такой себе, да, то есть платформа для того, чтобы представить свою продукцию очень широкому количеству потенциальных байеров. И мне кажется, да, это того определенно стоит. Все, отлично. Очень кратко и профессионально. Спасибо. Большое спасибо. Ирина, приветствую. Ирина, приветствую. Здравствуйте. Есть. В любом супермаркете, пожалуйста, можете заходить, посмотрите. Мы стоим на полке красиво. Смотрите, если брать Ближний Восток, то все, что связано с молочной продукцией, для них это важный момент, поскольку это основа их рациона, основа культуры и кухни. И подходит к вам, интересуются вообще именно представители арабского мира, местные, скажем так, да? Конечно, очень много представителей арабского мира, и очень их заинтересовала украинская молочка, и нам это очень приятно. Есть очень много запросов по сухому молоку, по маслу, по сгущенному молоку, UHT молоко. Никто, в принципе, так немножко не все знают, что такое сырочки, но когда даем пробовать, все просто в восторге. Ну, как бы, продукт новый для них, но интересен. Я в соседнем павильоне видел иностранную молочную продукцию, но, честно, вы сами знаете, что тут очень много. Да. В чем преимущество украинское, может быть, по сравнению с европейское то же самое, которое здесь реально очень много магазинов? Ну, я скажу, что, наверное, в том, что наша продукция качественная, то есть, она натуральная все равно. Ну, по крайней мере, по компании «Воложковое поле» я могу это утверждать, да? Потому что мы нацелены на вот, да, на качество и на натуральный продукт. То есть, если мы берем UHT, то это чисто колхозное фермерское молоко, которое проходит там двойную-тройную ультрапастеризацию, и оно выдерживает сроки. Если это сырочки, там нет никакого растительного жира, то есть, он достаточно и детям можно его давать, и самим кушать с удовольствием, кофе к чаю, пожалуйста. Лет, какие у вас впечатления? Ну, так как мы вообще впервые участвуем на Галкуде… А, то или вы не участвовали? Мы первый раз. Мы участвовали на Галкуде, поэтому масса приятных впечатлений, потому что количество посетителей на выставке во много раз превышает количество посетителей на европейских выставках. И так как мы еще не открыты на Евросоюз, здесь мы можем активно продвигать свой товар без квот, ну, не со всеми, конечно, странами, да. И наши производственные мощности будут, если все окей, заполнены чересчур. Не могу вам не знать… С этим количеством контактов… Результаты будут потом. Да, да. Через год. Вопрос, да, через год. Вопрос такого характера, раз вы уже впервые здесь, есть ли барьер какой-то социокультурный в общении? Вот вы его чувствуете? Тут же есть африканцы, тут есть азиаты, Пакистан, Индия, не только арабы. Вот вы чувствуете какую-то такую перепону, я кто говорит украинскую? Вы знаете, мы… 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 И мы положим в свое поле тоже, потому что действительно, так как мы производим сгущенку очень давно, то мы разрабатываем рецептуру под клиентов. Мы можем… Если мы разрабатываем рецептуру, значит, мы флексибл и в цене, и во всем… Мы договоримся с клиентом тогда… Да. Ударим по рукам. Мы договоримся. О, ты как раз нормально. Удачи! Я ничего не хотела сделать. Сделайте же… Продолжение следует...